Усики, усики, смотрите, как это всё выглядит с усиками. Какой джентльмен. Здравствуйте, месье. Давайте мы вам укоротим их немножко. Вау. Вы просто восхитительный, месье. А может быть, это бровки? А может быть, это не бровки? А может быть, это парик? А может быть, ты баран? Кто знает, кто знает. Опа-на, опа-на. Вот это вообще. Офигенно, да, у меня волосы теперь есть. Слушайте, мне нравится. Красиво. Чё нет-то? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Оставляем. Всем привет, с вами Войси. И сегодня мы продолжаем наши космические приключения в замечательной игре под названием Спор. Я внимательно прочитал ваши комментарии и удивился, потому что вы проголосовали не конкретно за одно существо или, может быть, даже два. Вы проголосовали сразу за нескольких. Конкретно это Орлан, Альдобаран, Центавр и даже Борис. И я пришёл к финальному заключению. Мне надо создать такое существо, которое будет совмещать всех тех, которые вам понравились. И вуаля! Я его создал. Мне кажется, этот Змей Горыныч на самом деле олицетворение комбинации тех существ, которых мы видели в прошлой серии. Ну, посмотрите, по сути, в нём присутствуют и характеристики, и Орлана, конкретно эта голова. И Центавра, конкретно это тело руки. И вот эти вот мускулистые огромные ноги. И Бориса немножко есть, точнее всего лишь крылья. Ну, я знаю, от Бориса нам немного досталось, но так или иначе, я постарался. И всё-таки наш Альдобаран, конкретно окрас, шипы и, ну, по сути, мне кажется, всё. Но так или иначе, мне показалось то, что на самом деле у меня получилось сделать так, чтобы всем угодить. Понимаете? Итак, Горыныч-творитель. Представляю вам это замечательное существо. Что ж, давайте посмотрим на некоторые из его действий. Мячик. Здорово. На самом деле, мне было просто интересно смотреть, как он будет себя вести в подобных ситуациях. Закружился. Торнадо прям какое-то. На самом деле, это существо огромных размеров, ребята, и просто, может быть, со стороны не выглядит, как будто он большой, но на самом деле он большой. И весит, я бы сказал, около пяти тонн, наверное. Идём дальше. Гимнастика. Ух, да ты вообще прям акробат. Респект, уважение. А это что ещё такое? Флирт? Ну, кто жопой флиртует? Ну, это же не по-джентльменски. Ну, что ты будешь делать? Чихание. Будь здоров. Прикиньте три головы, это же как офигенно чихать. Ну, ты далеко не певец, если честно. Танец робота. А это что ещё такое? Не могу. И что ты так... Сколько будешь танцевать? Ладно, завязывай, хватит. Достаточно. Лунная походка? О, ну фигово у тебя лунная походка, если честно. Ты не Майкл Джексон. Давайте дальше. Балет. Ну, конечно, пять тонн весишь. Куда тебе балетом заниматься? Пируэт? Ох, нихрена себе! Да он брейк-дансом занимается, оказывается. А я не знал. Идём дальше. Цветы. Ну, вообще, милости. Милости, красивости. Ладно, идём дальше. Тошнота. Подожди, чё, чё, чё? А это ещё не всё? Оф, это мерзко. Не хочу я на тебя смотреть после этого. Давай дальше. Молния. Вот это да. Не ожидал такого. Ну, хватит битворяться. Ну, вставай. Ну, чё ты? Охота? Чё, не-не-не такой, да? Не-не-не. Офигенно смотрится со стороны. Не кажется вам? Мне кажется, грамотно прям. Три головы все видно. Чё ты, чё ты? Представление показываешь, как будто. А, идём дальше. Зомби. Зомби? Вот это да. Ребят, смотрите на его живот. У него, как будто, здесь маленький телевизор. Это телепузик. Что ж, офигенный из тебя зомби, если честно. Удар с разбега? Ну? Всё? Это был твой удар с разбега? Это было слабо. Пчёлы? Куда? Ненормальный. Ладно. Давайте рёв. Ух. Прям на оборотня похож. Прикиньте, если бы это превратилось в какого-нибудь себе подобного оборотня. Это было бы интересно посмотреть, если честно. Судорога. Всё? А, не, не всё? Или всё? Идём дальше. Крик банши. Банши. Да не слышно нифига. Ты чё-то рот свой открыл. Злобный смех. Ну, нет. Из тебя злодей никакой, если честно. Это нифига не злобный смех. А, супер прыжок? Что бы это могло значить, если честно? Без понятия. Ну, разбегаешься. Ух, вот это да. Такого я не ожидал. Мощный, мощный. Я согласен. И последнее это... Порыв. Чё, тебя кто-то ушатал, что ли? Кто это? Кто это сделал? А кто это сделал? Нет, не я. Ладно, вставай. Хватит. А, в общем, давайте перейдём теперь в террарию. Я вообще, на самом деле, меня порадовало то, что здесь есть такая террария, как ад. Ну, или не ад, а специфическая биома, где есть вулкан, по крайней мере, и окрас такой тёмно-красный. Сейчас мы посмотрим. Вот, я про это и говорил. Посмотрите. Не думайте то, что это место как раз под стать нашему существу. А мне кажется, если честно. Прямо как будто это его дом. Он здесь и должен находиться. Чё ты топаешь? Я тут хозяин. Да? Как-то так. Давайте вызовем детишек. Ой, здорово. Один ребёнок. То чувство, когда у тебя больше одного ребёнка. Что ж, здорово. И они, кстати, да, будут повторять движения. Сейчас мы попробуем что-нибудь. О, точно. Я совсем забыл. Ребят, меня это просто убивает. Давайте на секунду нажмём на это. Я не могу. Всегда радует. Ещё и дети повторяют. Первый раз на самом деле я был просто под столом. Я не мог сдержаться от слёз. Что ж, и переворот. Представьте, да? Такая круто. Мясо делает переворот. Пять тонн делают переворот. Это на самом деле устрашающее выглядит. Что ж, ребят, я думаю, то, что всё. Мы закончили здесь. А детишки возвращайтесь себе в яйца. И кое-что сейчас я вам скажу. Вот, собственно, это и есть хорошая новость. То, что у меня получилось создать существо, у которого оттенки сразу всех тех, которые вам понравились. Но здесь также есть и минус. И о том, что я его создал уже всё такое. В порыве счастья. Я тяну мышку к своей кнопке сохранить и выйти. Кликаю по ней. Слишком много фрагментов тела. На самом деле, вы бы знали, как я был зо в то время. И как я расстроился после. Всё, этому существу практически не бывать в нашем мире. Ему не суждено вылупиться из яйца. Вот такая вот судьба уготована ему. Что ж, так сделать. Ничего не поделать, ребят. Потому что, по сути, просто, как вы можете заметить, лимиты игры не позволяют мне вытащить данное существо наружу. Единственный выбор, который предстоит мне сейчас делать, на мой взгляд, это создать, скорее всего, Орлана. Пересоздать, точнее, его. Потому что мне показалось, что всё-таки большее количество людей проголосовало за него. Поэтому, что ж, остановимся на нём. А этому существу, которое сейчас у нас, скажем до свидания, да, Горыныч? А? Дорогой мой друг. Жалко всё-таки мне его удалять, но... Ну, чё сделаешь? Ничего не получится, к сожалению. Что ж, попрощаемся с нашим Горынычем и встретимся через пару секунд. А может так оставить, а? Нормально же, в принципе. Чё нет-то? Просто вот чё-нибудь добавим всё сейчас сюда. О! Мне кажется, ему нравится. А? Ну вот мы и снова вместе, дорогие друзья. И как можете заметить, я закончил с созданием нашего Орлана. Он у меня получился не точь-в-точь таким, как он был в прошлый раз. Но мне кажется, это пошло ему на пользу, так как внешний вид у него всё равно знатный. Итак, что нам остаётся сделать? Это выбрать окрас. Я подбираю здесь небольшие, такие голубоватого оттенка окрасы. И пока вроде бы получается. Как вы можете заметить, я изменил ему глаза. Потому что многие из вас говорили, сделаю ему голубой окрас, чтобы было лучше, такой небесный. Я согласен с вами, это хорошо. Поэтому я решил поменять конкретно значки. Они, по-моему, так и называются даже. Небесный глаз, если я не ошибаюсь. Сейчас мы наведём и посмотрим. Итак, это было где-то здесь. Точно, глаз небес. У меня был огнеглаз до этого. Но сейчас я решил поставить глаз небес. Если бы я ставил огнеглаз, мне пришлось бы такую красно-бордовую, получается, тёмно-красную шкуру делать. Огненную. Вот такую вот бы. Как я сделал Горынычок. Но ему бы я всё-таки хотел добавить небесный свет. И самый из них, самый лучший из них, мне показался, это конкретно данный цвет. Не думайте, вот этот вот вроде бы серебряный цвет, я бы сказал, серый. Не серебряный, а серовато-зелёный, я бы сказал, какой-то такой. С... На... Как же это слово, ё-моё, говорится-то, а? С... На... Не с наличием. В общем, совместно с этим голубым цветом вроде они подходят друг к другу. Мне так показалось. Вот смотрите, у нас есть такой выбор, как можете заметить, как он выглядит сейчас. Потом, идём дальше. Вот такой вот выбор. Здесь уже немножко более синий. Ближе к фиолетовому. Сейчас вы увидите, как он выглядит, да. Вот так вот. Идём дальше. Вот такой вот выбор. Это был самый первый, который вы видели. Вот он. Тоже, в принципе, неплохо. И последний это этот. Давайте посмотрим. И уже поскорее определимся с выбором. Вот такой вот. Мне всё-таки показалось, что первый цвет был как раз подстать к нему. Вот запомнили, как он сейчас выглядит? И получается, мы вот тот вот бежевый цвет, молочный, меняем на вот такой вот серый. Мм? Как вы думаете, а? Чё, нет? Да? Чё, да посмотри ещё раз на себя, как ты выглядишь. Красавчик, красавчик. Выглядит, мне кажется, знатно. Красиво выглядит. Я ему кристаллики добавил ещё на спину. Что-то наподобие защиты. Понимаете, ведь на груди так и остался яд. И всё. Сохраняем и выходим. Чё, да? О, как хивает головой. Да ладно! Нет, только нет. Только не это. Вот ты ублюдин. А как я тебя ненавижу? Ну и чё мне убирать, по-твоему? Вторую пару крыльев, что ли? Охренел, как же я без неё буду? Или этот, вот этот вот, вот этот вот, блядь, забрать. Давайте ладно, уберём. А, это возвысим. Да, я ещё спрятал. Это нам придаёт кокетство. Поэтому я решил его оставить. А-а-а. О-о-о, не, это мерзко. Давайте лучше острым сделаем. Ну ладно, ну нет. Ладно, ещё один кристаллик уберём. Или не будем убирать его. Или может сверху уберём. Давайте сверху уберём. А, вот так вот. Я тебя рот топтал, понял? Один. Тоже нет. Ах, мразь. Вот так. Не хочу я больше ничего убирать. Вторые крылья убирать придётся. Ладно, так и так он выглядит круто. Да? Мог бы оставить один плевок. Думаете, что лучше оставить один плевок. А я думаю, у нас просто здесь уже выбора нет. Извини, друг. Извини меня. Ну так получается. Что я сделаю? Ах, жалко, жалко. Укорачиваем мы вас, ребят. Как только можем. Потому что этот грёбаный лимит не позволяет нам создавать... Да вот же, чё? Чё не то? Индикатор сложности. Всё нормально было. Это из-за чего так? Вот, всё. Слишком много фрагментов. Да не много. Вот индикатор сложности. Показывает то, что нормально всё. Ублюдки. Только не говори. Я тебя ненавижу. Ай, ноги. Ты куда ноги-то делал-то, а? А если всего лишь два плевка будет? Три, да? Нормально же вот так вот? На грудь прям. А вот так вот получилось. Да я тебя ненавижу просто. Редактор, ты грёбаный. Как я тебя ненавижу. Как я тебя ненавижу. Нормальное существо? Да нет, с плевком одним. Говно какое-то. А не существо даже. Давайте вернёмся. Я сейчас знаю, что мне сделать. По-моему, слишком много кристаллов. Не думайте. Понапихал сюда, блин. Четыре, да? Пять. Ну, пять это нечётное число. Пять и должно быть. Вот это могу убрать, да? По сути, да? Нет, нет. Ну, пожалуйста. Вот так. Ну, блин. Это на хвост. Это должно быть там просто. А оно обязано там стоять. Вы теряете. Вы подавляете мой индивидуализм. Вы подавляете моё... Мой талант. Даже не знаю уже, как сказать. Ладно. Броньку одну уберём. Ну, вот так нормально. Всё. К чёрту. Всё сделали. Замечательно. Мне кажется, всё равно здорово получилось у нас существо. Правильно? Грудь защищена. Спина защищена. Крылья есть. Мощный, мощный. Конечно. Высокий. Как прыгает? Прыгает хреново. Ну, что сделаешь? Потому что тяжёлый чувак. Ну, по сути, мне кажется, всё нормально. То есть, летать он умеет уже? Летать умеет. А почему так прыгает? Вот плохо. Я не понимаю. Ноги у него большие. Правильно? Большие. Но прыгает не как Борис. Согласен. Далеко не как Борис. То есть, ему, походу, просто тяжело оттолкнуться, что ли. Я так понял. Ну, Бориса там, вы видели сами, какие лапти. Такие лапти я ему создавать не буду. Хотя, если бы я сделал его немножко повыше, да? Да, в натуре. Посмотрите на ноги. Ноги размером с руки. Это ненормально. То есть, должно быть немножко повыше. Сейчас я сделаю быстро побольше. И давайте, давайте. Танцы 4. Бег 5. Ну, представляете. А здесь прыжок 3. Удар средбега 3. Нет, оставляем это. Все. Все, финальный мой приговор. Как сказал, так и буду делать. Я уже сам себя просто измотал, ребят. Че я мотаю? Опа-на. Все, готово. Ребят, готовы, готовы, готовы. Готовы переходить. Это я не с вами говорю. Это я с этими горбинами. О, с этими ногами он уже выглядит более знатно. И я его немножко с горбином сделал. Потому что, когда у него прямая спина, выглядит по-удотски просто. Здорово. История развития. Ну, наконец-то. Вот мой Горыныч. Представляете, вот так вот выглядел. Ну, это... Он даже лысый. Это очень плохо. Я агрессивный теперь. Ну, знаете что? Вот мой Петро. Давайте посмотрим немножко назад, что у нас здесь творилось вообще на протяжении всей истории. Я создал... Это все-все-все, я понял. Хватит мне тут листать. Агрессия. Что ж. Была-не была. Агрессия так агрессия. Что я могу сказать? Быстро приближаемся, посмотрим. Вот как мы начинали, а? Прям смотришь, и на стульге сразу хватает. Потом такое существо. Потом я его видоизменил. Сделал, хрен знает что, морж какой-то с иглами. Ну, океанский какой-то чувак. Потом сделал недоработанного орлана, я бы сказал. Такое первое прототипное существо. Так как у меня не было много деталей. Потом я дружился, убивал. Потом сделал более-менее лучшего орлана. У него присоски стоят. Потом я сделал... Вот это есть орлан, по-моему, да? Да, это он и есть. Смотрите, сколько деталей я бегал, искал. И все-таки находил. Потом Центавр, Альдобаран. Я уже хрен знает, как я их называл. Вот Петро, Петро, я помню. И Горыныч. Ну что ж, ребят. Конечно, я много делал, но я тех не сохранял. Теперь переходим, конечно. Кликаем ОК и... Погнали! Вперед в племя! Да все, я уже. Не дали вы мне. Хотя... Хотя, может быть, они мне дадут еще? А? О, замечательно! Прямо то, что надо! Орлан готов! Многие уже видели то, что произойдет далее. Ну, я все-таки не буду это пропускать. Мы взяли палочку, посмотрели на нее. Побили по колене. По колену, точнее. Мы по колену бьем или по другим палкам? Вот смотрите, вот из-за злобности, из-за злости, можно достичь чего-то великого. Что-то наподобие огня. Что, все что ли? А, ты огонь сделал? Я не увидел ни хрена. В общем, ладно. Черт. А, нет, он еще ничего не сделал. Ну и че? Я тоже так во дворе помню, куда был ребенка, палки кидал. Меня признали ненормальным. Хотели психушку отдать. Абракадабра! Мать твою. Да, еще своих пернатых подожги, смотри. Вообще будет серьезно. Смотрите, как они пляшут, а. Вы готовы перейти на это племя? Кто бы сомневался, наконец-то. Мы долго этого ждали. И теперь... Мы здесь. Вот все те существа, с которыми я бодался. Ну, может быть, с некоторыми дружился. О, Муму, я помню Муму. Вот, мы уже что-то строим. Уже кто-то что-то указывает. Уже первое правительство. Скоро начнутся первые криминалистические банды появляться. Также коррупция. И все мы сдохнем от ядерной мировой войны. Но это будет впереди. А пока мы играем. Ну что ж, приступаем к развитию нашей цивилизации. Мы уже выпустили одного детеныша. И давайте теперь начнем все-таки добывать себе пищу. Потому что это очень сильно необходимо. Конкретно на ранних стадиях своего развития. Детеныша пока вызвать не можем. 10 единиц пищи надо. Сколько у меня? У меня всего 5. Жалко, жалко. Я даже построить сейчас не могу. Поэтому смысла заходить куда-либо нет. Давайте пока просто посмотрим, какие здесь существа обитают. Эти существа, мне кажется, намного больше, чем это было до того. Они выглядят здоровыми. Мои по сравнению с ними маленькие. Смотрите, бегает там. На маленьких худеньких ножках. Творитель. Нифига себе. Вы помните его, ребят? Это одно из моих первых существ. Что случилось? Боже мой. У меня даже предчувствие то, что он почему-то враждебный по отношению ко мне. Что ж, я его и породил. Я его и уничтожу. На планете появилось враждебное племя. Творитель. Да вы что делаете? Вы что, охренели? Почему вы моими именами называете этих мразей? Это не творитель. Это я творитель. Мелина вождь. Ну ладно, у меня Мелина. Мелина? Подожди, Мелина? Серьезно? Я понимаю то, что это как бы и в то же время и имя мужчина, но больше как бы все-таки не мужчин мы. Понимаете? Я надеюсь, это не Кончита вождь. Ладно. Что у нас еще? У нас ждется еще один ребенок. И он нам просто... Что там? Он зарождается или что? А, вот яйцо вылезло. У меня такое ощущение, что там кто-то сидит внутри. Откуда-то они же производятся, правильно? Логике. Должно же поддаваться. Вот кто там сидит? Правда не могу посмотреть. Может это мини-завод по созданию детей? Это звучит немножко... озабоченно. Ладно. Относите еду. Что вы с друг другом общаетесь? Я говорю, еду относите. Кстати, зачем относить еду, когда можно взять... Мелину? Сказайте, чтобы отнесла пищу сюда. И вызвать летающих рыб. Правильно ведь? Давайте посмотрим, как она это все будет делать. Красота. Она говорит, что ты сделал сейчас? Ты что? Ты что ли покурила? Лиза вызвал демона что ли? Нет, я вызвал всего лишь летающую рыбу. Эй. Ну где? Вот она. Летающая рыба. Понеслась душа в рай. Ну-ка быстро собирать летающую рыбу всем. Все быстро собрали летающую рыбу. Да что я не могу даже кликнуть до нее, блин. Ты тоже собирай летающую рыбу. Все мы будем кушать летающих рыб. Итак. Что вы делаете? Я не понимаю. В чем прикол? Что вы боитесь чужаков? Они же вроде союзники по сути. А нет. Опа-на. У них вроде чечетки в руках, да? Чтобы дружить с другими племенами. Но они вроде союзники. Это значит, что мы будем красть у них еду. Потому что они не союзники. Да относите еду. Да что делаете? Вот ставьте ее. Ставьте. Молодцы, молодцы. Идите дальше. Работайте. Работать. Че стали толпой, а? Жрут стоят. Вы будете работать или нет? Охренели вообще. Так, давайте знаете что? Возьмем сейчас, зайдем и создадим наше существо. Потому что я чувствую то, что сейчас нам не добровать. В скором времени. Какими мы будем? Дружественными? Или же все-таки враждебными? Если враждебными, то надо дружиться прям вот сейчас. Прям вот моментально. Понимаете? Если не получится, то значит мы в минусе. Итак. Давайте пока это не будем создавать. Создадим лучше наше существо. И создадим его так, чтобы он был подстать нашему дружелюбию. То есть общение, сбор пищи. О, котелок. Самое то. Но прям как-то это неудобно. Давайте на плечи ему поставим что ли? Ну маску нам куда напялить-то? На глаза что ли? На клюв. Это уродско выглядит. О, о, о. Кажись. Вроде ничего. Зная то, что они прорезали ему шею, нормально. Общение, здоровье. Буф. Хорошо, Буф. Буф это наши новые наколенники. Хорошо. Усики, усики. Смотрите, как это все выглядит с усиками. Как у Жен-Тон. Здравствуйте, месье. Давайте мы вам укоротим их немножко. Вау. Вы просто восхитительный, месье. А может быть это бровки? А может быть это не бровки? А может быть это парик? А может быть ты баран? Кто знает, кто знает. Опа-на, опа-на. Вот это вообще. Офигенно. Да, у меня волосы теперь есть. Слушайте, мне нравится. Красиво. Че нет-то? Ха-ха-ха-ха. Оставляем. А, я серьезно. И что еще? Сбор пищи 2, оружие 1, общение 2. Скорость. Ну, здоровье, да? Здоровье у нас хромает. Ну, пожалуй, давайте все-таки это сделаем. Защита тебе на пипи. Ну, ладно, поняли. О, может как-нибудь. Так и нормально, мне кажется, было по сути-то. Ой, нет-нет. Это ужасно, убога. Погнали. В свет вылетай. Со своей новой переческой. Прям как красота. А может у него просто усы из бровей растут? Ну, все бывает, ребят. Все бывает. А что теперь будем делать? Знаете что? Еда. С едой у нас все нормально, правильно ведь? Берем всех существ и отправляем их за дудочками. Это такой будет у нас резкий план. Я знаю то, что в скором времени начнут появляться... О, боже, они уже недовольны чем-то. В скором времени начнут появляться более вражеские... Более враждебные существа, которые будут нападать сразу, между прочим. Без всяких разъяснений. Поэтому мне бы желательно сейчас запастись дудочками. Ну-ка, вы что, не услышали меня? Все взяли бы с дудочками и погнали к этому племени. Зачем? Подарок отнесем им. Подружимся с ними. И потом, в скором времени, они нас будут защищать? Почему бы нет? Ох ты ж! Это кролик. Кролик из подземелья, наверное. Похоже, да? Ушки на макушке. Боже мой, ну это страшно. Это даже хрен знает что такое. Смотрите, какие они недовольные. Пританцовы подлетели. Они меня встречают или что? Или они так выгоняют меня? Они говорят, уйдите. Стоп, оно идет, оно идет. Но я не хочу, чтобы они шли к нему. Убегайте, ребят, убегайте. Пусть на них нападают, не на нас. Давайте пообщаемся с вами, что ли. Инструменты позволяют общать. Ну, конечно. Пока они добятся с ними, я буду общаться. Третьим буду. Не получается. Эх, не получится. Придется бить их тоже. Все, вперед. Задобили этого монстра. И мы сейчас его быстро полотаем. И, кстати, я вам говорил то, что я его обязательно уничтожил. Ну, я хотел это сделать на этапе существо, и не получилось у меня. Может, это медит. Что-то не больно. А он меня бьет. Кого бьет, почему? Божака бьет. Не надо мне божака, чтобы бьет. Уходи, Милина. Уходи оттуда. Это существо сюда не рыпнется. Давайте с ними, дядь. Почти, почти, почти. Есть! Еще, еще, еще. Есть! Блин, есть! Еще раз, есть! Ну, все, восхитительно. Мы с ними друзья. 10 из 10 поставим. Ну, спасибо, блин. Все, теперь мы как бы два клемя. Это пусть будут эти. Как я их назвал? Реггегасы, точно. Олин. Трещоточки. Все, они уже трещоточки. Вы с ними так не пообщались. Потому что они сейчас трещотки запросят. Смотрите. Они до сих пор дудочки просят. Флейт, точнее. А не дудочки. Я бы прав. Это очень странно, потому что я думал, что они сейчас будут просить. Ну, флейты нам не нужны уже. Давайте трясите чем-нибудь. Я бы потрес потом. А, чуть-чуть, ребята, прикиньте. 6, 9, 9. Ну, вы их хамили просто. Ладно. Давайте домой развиваться дальше. Ну, что ж. Пока эти ребята идут, я вам скажу, ребята, то, что сейчас мы на этой замечательной ноте и закончим. Я их отправлю на еду. Пусть добывают. Пусть обогащаются. Пусть потихоньку расширяются. И на всякий случай я, наверное, все-таки поставлю сюда базу, где можно будет собрать копья. Вот так вот. На всякий случай. Все ведь может случиться, правильно? На меня могут напасть в любой момент. Потому что я уверен, что... Что такое? Замечены дикие животные. Пищевые припасы в опасности. О, идет, идет. О, дырк, вожак. Ну-ка, дырк. Я тебе сейчас по башке надаю. Дырк. Может, я ему могу. Хотя... Бей его. Дырк недостоин. Красьте мне припасы. Бей его. Плюй его. В него ядом. Я не знаю. Уничтожь его нафиг. Давай, давай, давай. Подлетай быстрей. Вот. Плювок еще. Все. А то дырк, видите ли, офигел. Знаете ли тут. Ой, что я? Задумался совсем. Я говорю, все, ребят. На этой замечательной ноте мы и закончим. Если вам понравилось, то обязательно оценивайте данное видео. Тем более, комментируйте. Обязательно комментируйте. И если вы здесь вдруг первый раз, то можете подписаться. С вами был Войс. Увидимся в новых сериях. Пока. Пока.